Рождественский пост Нужно понимать, что любой пост — это некое самоограничение себя, самоограничение ради Бога, если уж выразиться таким языком. Богу, естественно, от нас ничего не нужно. И вот это наше самоограничение — мы показываем нашу любовь к Богу, что если мы имеем возможность есть тоже мясо, но мы не едим это мясо ради любви к Богу, и последующее, конечно, уже ради наших молитвенных подвигов, наших каких-то, наоборот, добрых дел, которые мы совершаем в этом посте. И для тех, кто впервые постится, мы знаем, что каждый покупает календарь, и там написано, в какой день что можно или нельзя есть. Естественно, для того, кто впервые постится, он может и должен, наверное, обязательно подойти к священнику той церкви, в которую он ходит, и спросить, как ему нужно поститься. Священник спросит, есть ли какие-то заболевания, при которых нельзя слишком самоограничать себя, есть ли еще какие-то духовные, скажем, потребности у этого человека. И посоветует меру поста, первого этого поста. Потому что зачастую бывает, как люди, благое желание имеют попаститься, открывают календарь и начинают очень строго поститься. И в какой-то момент срываются. Потому что этот пост, который зачастую написан в календаре, это пост, бывают монашеские посты. И человек через неделю, через две он срывается и, наоборот, впадает в уныние, что вот он не может попаститься по-правильному. И пост вместо для того, чтобы стать радостью духовной, он становится вот таким неким временем уныния для человека. Или упадка сил. Потому что человек работает, допустим, на тяжелой физической работе, а не может пополнить свои убывающие силы. Поэтому обязательно нужно поговорить с батюшкой, со священником, чтобы определить меру поста лично для каждого человека. И еще раз повторяю, что нужно понимать, что пост — это некое самоограничение себя. И если раньше, когда писали суставы, человек мог, скажем так, порадовать себя лишь какой-то пищей, более обильной и более вкусной тем же самым мясом, то сейчас наше стремительно развивающееся общество предлагает миллион-миллион каких-то развлечений для человека. И вот как раз нужно помнить, что не только в мясе, не столько в мясе, не столько в молоке и сыре и отказе от них заключается пост. Как раз в отказе от тех удовольствий, можно даже взять в кавычки слово «удовольствие», у которых отбирают у человека и время, и силы творить добрые дела, и думать о Боге, и думать о своих близких, и о своем спасении. И вот как раз нужно понимать, что именно их нужно ограничивать во время поста. Меньше проводить времени за телевизором, за сериалами. Кто больше проводит времени в соцсетях, да, есть и такие, молодежь говорит, да мы совсем не смотрим телевизор. В соцсети для молодежи заменили телевизор, который развлечение для старшего поколения. Меньше проводить время в соцсетях или вообще отказаться от соцсетей на время поста. И человек увидит, насколько это сложно, потому что соцсети, да, владеют уже человеком в нынешнее время, да. И как раз вот цель поста будет достигнута. Человек преодолеет себя, свою зависимость ради Бога. Вот пару слов для тех, кто впервые готовится к рождественскому посту. И всегда помните, что пройдя путь поста и встретя светлое Рождество Христово, вы ощутите ту радость, про которую говорит Господь, что вот эта радость, она никуда уже от человека не денется. Она останется в сердце его, нам всегда. Субтитры создавал DimaTorzok